Послание Отца Абсолюта 29 марта 2024 года Природное единение Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! В продолжении моего предыдущего послания сегодня я хочу напомнить вам об одной очень важной составляющей вашего бытия, которая в той или иной степени также является предпосылкой к объединению человечества. И речь пойдет о вашей любви к природе. Человек, обладающий чистой божественной душой, интуитивно чувствует свою неразрывную с ней связь. Он не просто наслаждается ее красотой, но и черпает в ней вдохновение, успокоение, силы физические и духовные. Другими словами, он так или иначе входит во взаимодействие с природой, со всеми ее стихиями. Одни делают это осознанно, другие – бессознательно, но люди всегда чувствуют результаты такого взаимодействия. Таким образом, природа уже сама по себе объединяет все чистые человеческие души, независимо от их возраста, национальности, вероисповедания, уровня сознания. Равнодушными к природе остаются лишь существа, не имеющие божественной души. Им свойственно потребительское отношение ко всему, с чем сталкиваются они на земле – к природным богатствам, людям, животным. Не умея видеть и чувствовать красоту, они даже к природе относятся всего лишь как к модному атрибуту, как к возможности продемонстрировать свое превосходство перед остальными, менее успешными людьми. Поэтому нередко драка рептилий, рептилоиды и другие низковибрационные существа, воплощенные в человеческих телах, выбирают себе место жительства в красивейших местах вашей планеты, и потому окружают они себя предметами роскоши природного происхождения. Имея низкие вибрации, они при всем своем желании не могут взаимодействовать с природой, которая сохранила свою первозданную божественную энергию. Они, в отличие от чистых человеческих душ, не способны войти в резонанс с этой энергией, а значит и почувствовать на себе ее благотворное влияние. Отсюда и проистекает их фарварское отношение к природе, что доставляет невыносимую боль людям, которые не могут спокойно смотреть на то, как беспощадно уничтожаются леса, как загрязняются реки и озера, моря и океаны, опустошаются недра земли, отравляется ее почва, истребляются животные и птицы. И это желание сберечь свою родную землю, сохранить ее неповторимую красоту и чистоту, способно объединить многих людей на вашей планете. Но даже эту чистую и бескорыстную любовь людей к своей земле, драко-рептилий сумели превратить в фарс, повсеместно организовав движения так называемых «зеленых» или «эко-активистов», своих проплаченных марионеток с их абсурдными, кощунственными акциями протеста. Таким образом, они пытаются дискредитировать истинное движение за чистоту планеты людей, искренне любящих свою землю и чувствующих свою неразрывную с ней связь. И сейчас таких людей становится все больше, а их объединение все более организованным и масштабным. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения. Сайт Возрождения.